21 год уже в Беларуси Лукашенко. И у людей возникает пытание, чему-то вдруг. Бо ситуация поврошилась и экономичная, и международная. В плане экономики практически полный тупик. И уладая какая-то, наверное, в Беларуси, она не встала ничего родить. И не вели, а что родить. Пропонуются реформы. Реформы не будет. Об этом сказано докладно. Это значит, будет поступовое гниение. И это гниение не пойдет на корейство, не держа ни народу, ни у пыльникового режима. Аля, конечно, было бы значительно лепше, как измены отбылись, безготовления. Для этого потребны поверные силы в грамадстве. И вот тут возникают такие меркованные. Часом достаточно щирые люди, которые слабо разбираются в политике. А часто просто агентурные. Что в том, что этот режим существует так долго на Беларуси, виноватые самые белорусы. Что это такие народы, которому все равно, что там чарка, дешкварка, и так далее. Мы это слышали не раз. Это из невага этого народа, из невага в уголю всего нашего грамадства. Потому что ничего уникального у диктатуры на Беларуси нема. Усюду и было однольково. А у немецче не еще и горы, скажем. Давайте поглядим, что отбывается. Что было с и на Кубе. А сегодняшний день эта диктатура ясна уже при переемнику северокаста. Что было в Ираку, что было в Румынии, в полношной Корее и так далее. Есть певные закономерности, когда начинается диктатура, когда нам в первую очередь хочется знищить все зачатки свободы. Выпуская певные законы. Потом отбывается обмежование певных свобод. А потом отбывается вынищение грамадзянской супольности и конкретных людей. И это будет отбываться без конца, пока не будет ясновать диктатура. Для этого часа она будет это работать. И в 80-90-х годах, когда ясновал Рух, Народный фронт, это была рига боротьба. Это были уличные бойки. Вы это памятаете. И диктатура еще не имела такой силы. В 96-м годе она висела на волоску. И только дякуючу здрате певных людей, в ответное место понялись они те люди. Вы видите эту историю с Тихинем, Шарецким. Но сила в улице, сила народная, тогда еще была не на полохе, она была еще мощна. В этот час, что отбилось? Отбилось то, что фактически поступово знищена грамадзянская супольность. Люди, те, которые могли сказать певный опор диктатуры, они либо знищены физически, альбо откинутые в турмы из-за полоха, альбо выгнанные за ножом. И фактически диктатура уже установила достаточно тотальный контроль за громадством. Все то, что отбывалось в Немеччине, в Советском Союзе, то, что отбывалось на Кубе и так далее. Разницы нет. Поэтому тут не можно обвиновать, что некий народ оказался не смог сопротивляться, он чуть не рад от природы. Эта тенденция просочивается на вату таких людей, которые позиционируют себя, как демократы, которые выступают в супрадиктатуре и так далее. Поэтому, верно, нам это нужно понять, что диктатура проходит певные стады и когда она берет владу над громадством, полный контроль и готова, так сказать, вынищить каждого человека, то сопротивление этой диктатуры повинно набывать новые рисы. То, что в 90-х годах еще было открыто, можно было выступать сопротив диктатуры, были великие демонстрации, и они мели уплыв. И они мели уплыв, они мели значение, и люди еще не мели страху. То теперь, когда наважены контроль над громадством, когда фактично разбита громадянская супольность, особенно после 10-го года, то диктатура сама зацикавлена, чтобы вытянуть то, что она еще не выяснила, чтобы вытянуть их на улицу, на некие разговоры, чтобы их спровоцировать, чтобы, тихенько, я говорю, их выразить. Кто живет в Просоветском Союзе, это доброе память, как было при Советском Союзе. Контроль был тотальный, и провокаторы, скажем, в логичных институтах, в институте истории, межнародного сознания, начинали некие разговоры с тобой, о Брежневе, о том, чтобы выявить, а что ты думаешь, а что ты скажешь. И когда ты не понимаешь, что с тобой говорить, и был бы Зимщир, и выказал бы некие критичные думки, то, конечно, сейчас тебе не было бы на работе, тебе бы кликали на допыту КГБ, а когда там еще так само неправильно себя повел бы, мог бы загреметь и в Турму. Значит, вот эта ситуация диктатуры, когда она доходит до полного контроля, она вымогает из-за другой тактики бороться бы. Из-за другой тактики бороться бы. И в Советском Союзе отбывалось поступово, как бы и само собой, но это было и скрытое сопротивление, которое фактично при Советском Союзе створило альтернативное громадство. Были коммунисты, была номенклатура, было телебачение, все эти звон, пустозвон, а люди имели свои думки, они жили сами собой, и это поступово умоцовывалось, умоцовывалось вот это параллельное життя, которое не принимало этих коммунистов, а не голос не было бы ни день не говорилось, ну там на кухне показали все, но в целом это громадство было такое. И тогда, когда началась национально вызвольный рух, когда в Эстонии утворился народный фронт, это 88 год, и пошли утвораться народные фронты, раптом почалась хвалья, вот есть люди, которые памятают, раптом почалась хвалья, все откуда что поднялось, да оно не поднялось, ни откуда, оно выросло, потому что долгий час распрощивалась Сангдад, разная литература, разные посевы, кто памятный, и белорусский Сангдад был, так само, и он распрощивался достаточно интенсивно, не глядя на то, что там четыре экземплярные машинцы можно было надруковать, не было никакого интернета, но это распрощивалось, и громадство таким чином подрихтовывалось. Так вот, сегодняшний день показывает, что, об этом уже не один я кажу, не один я писалю про это, что так само, гэта ситуация, вымушая, не ходить по заклику провокаторам на улице, и не пляскать у ладки, мол, глядите, мысль против Лукашенко, плясь, 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 пусть их перефотографовали, похопали, и повыгоняли из работы, и изнижили контракты, гэта типовая, гэбовская провокация, был такой сопляк, Диана, 20 лет, сморкачу, и он вот это в интернете, это, вот эту справу закрутил, и люди, кажуть, понялись и многие на эту справу. А теперь, когда появился русский мир, оказалось, что это, звычайная фэсболская истота, яка зараз открыто пишет об тем, что он за русский мир, что белорусы это не люди, а украинцы тем паче. И садите в Польше. И он, где он только не садил, и он сидел в Германии, мы ведем, где он сидит, и, как говорят, я на виду. Вот такая вот дивная ситуация. Так вот, на сегодняшний день, мне не важно, как створить и заховать силы, как створить эту альтернативную думку, альтернативное громадство, которое поступово, поступово, солидаризуется, поступово набирая силы, и молчить. У певный час оно полыхает. У певный час.